Глава двадцать вторая И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам! Он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, И пойди в землю море, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, Наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отроком своим, останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой. Он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же Агнец для всесожжения? Авраам сказал, Бог усмотрит себе Агнеца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова. И, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам. Он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще, рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, Мною клянусь, говорит Господь, «Что так, как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался глаза моего». И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Версавию, и жил Авраам в Версавии. После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав, «Вот и Милка родила Нахору брату твоему сынов, Уца первенца его, Гуза брата сему, Кемуила отца Арамова, Кеседа, Хазо, Илдаша, Итлафа и Вахуила, От Вахуила родилась Ребекка, Восьмерых сих родила Милка, Нахору брату Авраамову, И наложница его именем Реума Также родила Киваха, Гахама, Тахаша и Мааху.